Здравствуйте, Олег, рад вас видеть. Здравствуйте. Ну, очевидно, что Анжей Дуда здесь занимает, конечно, сторону проукраинскую, наверняка, в этих переговорах, потому что она на данный момент сходится и с польскими интересами, в первую очередь. Но, как вы думаете, вот эти заявления МИД Китая, они хоть как-то приближают ту позицию, которую сейчас наше руководство пытается имплементировать в мире, основываясь на формуле, которую предъявляли в Швейцарии. Вот, опять-таки, одно из еще заявлений МИД Китая после этой встречи. Китай, по-своему, готов дальше играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса. Но мне вообще не нравится, честно вам скажу. И украинский кризис, ну какой это украинский кризис, одна страна напала на другую. Вот, все-таки, как вы видите результаты этой поездки? Они в чем-то отображаются? Конечно, они отображаются для Польши в конкретных соглашениях, особенно по сельскому хозяйству. Там очень неплохо подписали соглашение о поставке сельхозпродукции польской в Китай. То есть, как бы, результат для Польши, он где-то есть. Там по визовому моменту тоже, если я не ошибаюсь, Китай пошел в одностороннем порядке, без виз, условно, для граждан Польши, более 15 дней, если не ошибаюсь. Ну как это, как результат? Ну, может быть, как результат. Если мы берем глобальный момент, то понятно, что из этого каменюке или там пресс-релиза видно, что Китай продолжает днуть свою линию. Он ничего не поменял от формулировок. То есть, он войны не видит. Он видит, что все должно базироваться вокруг решений, которые примет Китай. И, например, мне кажется, что вот эти поездки европейских лидеров в Китай, они очень льстят товарищу Си, потому что раньше ездили к Путину решать вопросы, а теперь едут к нему. Конечно, это прекрасно. Конечно, это показывает, что Китай прислушивается, что Китай важен, важнее, нежели какая-то другая страна, потому что едут все к нему. Да, и поэтому я считаю, что, наверное, какие-то там кулуарные разговоры, они присутствовали. Да, и может, мы увидим какие-то результаты чуть-чуть попозже. Но эти результаты будут, как по мне, ну, какими-то минимальными. Единственное, что я бы понял, была такая инсайдерская информация, или не совсем инсайдерская, а в экспертной среде она вращалась. Кажется, вчера я по этой теме общался, что до этого визита был разговор нашего президента с польским президентом. И якобы польский президент в ходе встречи с товарищем Си может донести какие-то наши видения на проблему войны. Насколько эта информация достоверна, ну, не знаю. Но как вариант, если так это произошло, а дипломатия такого плана, тем более с Китаем, она многоуровневая такая, знаете, как пирог. Сверху какие-то официальные заявления, а внизу там может все что угодно твориться. Ну, если это так, то пускай. Ну, дело в том, что, мне кажется, Запад выбрал сейчас тактику таких малых порезов в виде визитов, да. Каждый там приносит для Си какую-то информацию, изучает ее, где-то там пытается его увлечь в сторону Запада, подальше от России. Но мы видим, что Китай везде, даже в формулах мира своих, в кавычках, да, он пишет не про Украину и не про мир. Про торговлю, про то, чтобы Китаю было удобно жить. А то, что умирают украинцы каждый божий день и гибнут города, да им плевать на самом деле, если так брать. Поэтому и здесь, опять же таки, вот нам главное, чтобы какие-то люди не мешали нам торговать с Россией. А то, что вы торгуете чипами, которые потом оказываются в технике, которая убивает украинцев, ну, так это какая-то другая история, да. Поэтому я на этот визит не возлагал больших надежд, честно вам скажу, потому что я не разделяю желание практически всего мира как-то договориться с Китаем, который якобы должен как-то поменять вектор Российской Федерации. Но давайте посмотрим, кто такой Китай. У них на самом деле, вот он выступает за права человека, да, и так далее, там, ООН, да. А у них 50 миллионов, если не ошибаюсь, уйгуров, да, почти в концлагере живут. Это почти, ну, не почти, а геноцид. 50 миллионов, это больше, чем у нас в Украине находится. И мы к этой стране апеллируем. Но это вот как бы заигрывание с большим драконом, они могут оказаться в большой перспективе, очень негативным моментом. Кейсажер уже себя проявил в плане Китая, вот мы теперь это видим. На самом деле, смотрите, что произошло за последнее время, происходило вот последние года, десятилетия. Производства переносились в Китай, да, от этого страдали где-то европейцы. И теперь все так же продолжается заигрывание с Китаем, да. Может быть, нужно как-то по-другому с ним общаться, потому что Китай сейчас, он такой, как золотая акция, и к нему все едут, все его прислушают, а он ничего не хочет слышать. Вот в чем большая проблема. Гнет свою линию, и эта линия, к сожалению, совпадает с линией Путина. Не вся, конечно, да, но в концептуальных вещах, к сожалению, да. Олег, хочу вас спросить, насколько вот поездка Путина в Северную Корею повлияла на взаимоотношения с Китаем? Ведь многие говорят, что это, по сути, тоже и некоторая такая пощечина была Китаю, который полностью связан с Северной Кореей торговлей, то есть является ее основным донором, да, так сказать, который помогает ей хоть как-то поддерживать свои жизненные ресурсы, как государство, да, абсолютно закрытого и тоталитарного. Вот эта ось, Северная Корея, Россия и Китай, могут ли между ними появиться хоть какие-то конфронтации из-за визита Путина и подбивания Кима к войне? Ну, смотрите, есть два варианта, есть один, который тоже, ну, китайфилы наши и не только наши говорят, что такой визит без санкции Китая не мог бы произойти. Это крайняя точка, да, и другая крайняя точка, что это вот два верных пса Китая начали что-то там решать без хозяева. Мне кажется, что истинно где-то как сюда посредине Китай, на самом деле, вот есть интересная такая вещь, которая говорит о том, что Китай как большой брат за всеми смотрит. Вот сейчас можно будет проверить чуть позже. После таких визитов российских представителей в Северную Корею, через какое-то небольшое время туда приезжает с Китая кто-то, который смотрит, а что вы здесь творите, да, и потом как бы дальше события развиваются по-разному. Мне кажется, что для Китая, если не пощечина, то очень неприятным моментом была поездка Путина в Вьетнам. Потому что вот там как раз обидно. Потому что у Китая с Вьетнамом не такие хорошие отношения, как с Северной Кореей. Но с другой стороны, есть еще один момент, который вот о Северной Корее говорят специалисты, которые глубже меня в этой теме. Они говорят, что с Северной Кореей нет друзей. Они всех рассматривают или как донора, или как временного хозяина. Но если спросить, кто это был, это были не друзья. Это ресурсы. Поэтому очень тяжело с такими режимами общаться. И Китай об этом прекрасно знает. Поэтому я не считаю, что эти визиты были неприятны очень. Вот так вот, знаете, чтобы горшки побить, да, для Китая. Мне кажется, что эти визиты, особенно в Северную Корею, был, как, может, я скажу грубо, но вот как раз пощечиной для Соединенных Штатов. Потому что они подписали соглашение. Ну, а ООН так вообще по бомщикам настучали, потому что, ну, как, как дальше, да. Приехали, подписали соглашение, которое у Северной Кореи было с Советским Союзом, но не было с Ельцинской России. У Ельцина в соглашении с Северной Кореей не было вот этого плана, пункта о помощи военной, да. А тут есть. И получается, что Россия вместе с Северной Кореей наплевали на ООН и на все там резолюции и на санкции. Заблокировали мониторинг, который касается ядерной программы Северной Кореи. И вот никто же не знает на самом деле, есть только допущения, да, и гипотезы, что чем именно расплатится Россия за вот эти кучу снарядов, миллионы снарядов и ракет, да. А если, как один из вариантов есть, расплатятся какими-то технологиями, которые улучшат ядерную программу Северной Кореи, и куда полетят ракеты, и куда они будут нацелены? На Украину? Нет. На Соединенные Штаты в первую очередь. Потому что Южная Корея – это какие-то другие люди, как сказал их Комчий. Да, враги, но Соединенные Штаты – это враг номер один. Поэтому вот эти вот заигрывания Путина и формирование вот этой оси, плюс Иран, добавим туда тоже, это не только про Украину. Это вот про интересы Соединенных Штатов, и поэтому у меня здесь появился такой, знаете, такой легкий оптимизм. Потому что Соединенные Штаты, когда их что-то касается непосредственно, они очень быстро реагируют. Поэтому я надеюсь, что Соединенные Штаты вот эту оплеуху должны, если они ее прочувствовали, то должны на нее отреагировать. Да, что уж тут говорить. Путин, как вы знаете, мне понравилась мысль одного из ваших коллег, уже не помню кого, что Путин проиграл цивилизационную войну, экономическую, культурную, и ему нечего предложить миру, кроме войны. Вот, собственно, все его визиты в различные страны и заключаются в том, чтобы хоть как-то потолкнуть к войне любое государство и методом шантажа начать притягивать к себе политическое внимание. Ну, я надеюсь, что Запад это тоже понимает. Спасибо вам большое, Олег Лесны, был в нашем эфире политолог. Спасибо за ваше мнение, за вашу позицию. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь!